Бородинский музей-заповедник – один из старейших в мире, основанных на полях сражений. Он существует в нашей стране почти 180 лет. Основателем стал царь Николай I. Экспозиция, посвященная войне 1812 года, побывала уже во многих городах – от острова Сахалина до Калининграда. И, наконец, добралась до нашего города. Здесь можно увидеть дорожное бюро, на котором на биваках, в палатках русские офицеры могли оставлять какие-то заметки, которые затем становились литературными произведениями. А еще чернильницы, подсвечники, гравюры именитых генералов, предметы быта, военная атрибутика. Всего в городском музее представлено 177 экспонатов. Но главные реликвии выставки, конечно, предметам мундирования. Я думаю, всем, кто посетит выставку, интересно будет рассмотреть те мундиры, которые были сшиты еще в начале 19 века, то есть те, которым более 200 лет. Особое внимание на выставке уделено и предметам археологии. Ядра, осколки, гранат, картечные пули. Все они были в прямом смысле слова вынуты из Бородинской земли. Сама мысль, когда смотришь на эти предметы, что, возможно, эта пуля кого-то лишила жизни, а этот осколок кого-то изувечил, конечно, заставляет содрогнуться. В преддверии открытия выставки сотрудники Бородинского музея-заповедника сделали сюрприз нашему музею и подарили книги, посвященную крупнейшему сражению Отечественной войны, а также памятные медали с изображением Багратиона и Николая I. Выставку «Отечественная война 1812 года» может посмотреть каждый желающий. Но чтобы по-настоящему проникнуться историей, лучше заказать экскурсию. Выставка продлится до конца июля. Мария Рунич, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.